Здравствуйте. Сегодняшняя тема по учебному плану – финансирование состояния строительных организаций. План лекции – анализ финансового состояния строительных организаций и аудит, его цель и основные понятия. Финансовое состояние – это комплексные понятия, характеризующиеся системой показателей, которые отражают наличие, структуру и динамику активов строительных организаций, финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность. Данные, которые содержатся в балансе предприятия, дают оценку объема и динамики имущества, находящегося в распоряжении строительной организации, а также выделяют в составе активов оборотные и необоротные средства. Устойчивость финансового состояния является необходимым условием деятельности строительных организаций в условиях возрастания риска при рыночной системе. Индикатор устойчивости финансового состояния – обеспеченность строительной организации собственными средствами. Оценивая финансовую устойчивость строительных организаций, используют следующую систему показателей. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств определяется отношением суммы долгосрочных и краткосрочных кредитов, величиной собственных средств, убытки прошлых лет и отчетного года. Коэффициент автономии определяем отношением суммы собственных средств к общей стоимости имущества строительной организации. В рассматриваемую систему показателей входит коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств. Коэффициент иммобилизации или коэффициент реальной стоимости основных средств определяется отношением остаточной стоимости основных средств к величине суммарного имущества строительной организации. Этот показатель определяет эффективность использования средств строительной организации с позиции их применения в предпринимательской деятельности. Устойчивость финансового состояния строительной организации оценивают также по источникам формирования запасов и затрат. В случае, когда эта часть имущества обеспечена собственными оборотными средствами, то в строительной организации присутствует абсолютная финансовая устойчивость. Следующая ступень финансовой устойчивости нормальная, при которой запасы и затраты обеспечены условно собственными средствами, в состав которых дополнительно включены долгосрочные кредиты, погашение которых не предстоит в анализируемом году. Третья ступень неустойчивое финансовое состояние, при котором для покрытия материальной части имущества привлекаются дополнительные и краткосрочные кредиты. Последняя ступень кризисные состояния. Также финансовое состояние строительной организации характеризуется ликвидностью ее имущества. Другими словами, скоростью превращения в денежные средства. Имущество подразделяется на следующие группы. Высоколиквидные средства – это все виды денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Быстро реализуемые средства – это дебиторская задолженность. Низколиквидные средства – это запасы и затраты. И неликвидные средства – это основные средства и внеоборотные активы. Платежеспособность также является показателем финансового состояния организации, который характеризует собственность рассчитываться с бюджетом поставщиками и кредиторами. Аудит – независимая экспертиза финансовой отчетности предприятия на основе проверки. Соблюдение порядка введения бухгалтерского учета в соответствии хозяйственных и финансовых операций законодательства Республики Казахстан. Полноты и точности отражения деятельности предприятия финансовой отчетности. Цель аудитства – это установление достоверности финансовой отчетности предприятия и соответствия совершаемых им финансовых и хозяйственных операций нормативным актом, которые действуют на территории Республики Казахстан. Аудиторская деятельность – это предпринимательская деятельность аудиторов и аудиторских фирм по осуществлению независимых вне ведомственных проверок бухгалтерской отчетности, расчетно-платежных документов, налоговых деклараций и других финансовых обязательств хозяйствующих субъектов. Помимо проведения проверок, аудиторские фирмы и аудиторы могут оказывать услуги по постановке, восстановлению и осуществлению двух учета, составлению налоговых деклараций и бухгалтерской или финансовой отчетности, анализу финансово-хозяйственной деятельности, оценке активов и пассивов экономического субъекта, консультированию по вопросам финансового, налогового и иного хозяйственного законодательства Республики Казахстан, осуществлять обучение и оказывать другие услуги по профилю своей деятельности. Деятельность аудитора лицензируема. Для организации государственного регулирования аудиторской деятельности в Казахстане организована комиссия по аудиторской деятельности при Президенте Республики Казахстан. Юридические лица, которые занимаются аудиторской деятельностью, обязаны пройти аттестацию на право осуществления этой деятельности. Получит квалификационный аттестат и соответствующую лицензию. Аудиторы и аудиторские фирмы не имеют права заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской и связанной с ней. Итогом аудиторской проверки должно быть аудиторское заключение, которое состоит из трех частей – вводной, аналитической и итоговой. Вводная часть содержит название аудиторской фирмы, ее юридический адрес, телефон, порядковый номер, дату выдачи лицензии и наименование органа, выдавшего лицензию на осуществление аудиторской деятельности, срок действия лицензии, номер регистрационного свидетельства и фамилии всех аудиторов, принимавших участие в проверке. В аналитической части указывается наименование экономического субъекта и период деятельности, за который проводится проверка, результаты экспертизы по вопросам организации бухгалтерского учета, сопоставление соответствующей отчетности и состояние внутреннего контроля, факты выявленных нарушений установленного порядка введения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций, которые нанесли или могут нанести ущерб интересам собственника, государства и третьих лиц. В итоговую часть аудиторского заключения включается запись о подтверждении достоверности финансовой отчетности предприятия. Аудиторская проверка проводится по решению самого предприятия. Обязательная аудиторская проверка в случаях, прямо установленных актами законодательства Республики Казахстан. Дополнительную информацию по теме можете искать в следующих источниках. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!